Всем привет, друзья! Итак, я сегодня еду опять на север Германии, чтобы переночевать в лесу. Проехал я сейчас 200 километров, осталось 250. Остановился я перекусить и немножко согреться, потому что что-то я немножко подзамерз, ребята. Да! Итак, друзья, я приехал в лес. Сейчас иду искать место ночлега. Кто внимательно смотрит мой канал, наверное, догадается, что место, куда я сейчас иду, я уже здесь был. Но я здесь был в начале февраля, здесь еще был снег кругом. И сейчас у нас, получается, 19 апреля. Вот сколько времени прошло. Почти два месяца. Ну, грубо говоря, полтора месяца. Все равно еще холодно, но уже настроение летнее, по крайней мере весеннее. Так. Сейчас надо прийти по-быстрому разбить лагерь и перекусить что-нибудь. Все равно еще дни не особо длинные, не как летом, но уже длиннее, чем в феврале. Так, воды я с собой вообще нигде не набрал. Придется здесь, в водоеме, набирать воду, сейчас и фильтровать. Но, я думаю, с этим проблем не возникнет, так как фильтр есть, бутылки есть. Было бы желание. Так, я уже почти пришел. Надеюсь, тут больше, кроме меня, никого не будет. Хотя, в такую погоду только я езжу. Ночью сегодня обещают ноль градусов. Так что, посмотрим. Все, я уже почти пришел на эту замечательную поляну. Но, смотрите. О, здесь столик поставили. Прикольно. Я когда здесь в прошлый раз был, здесь столика не было. А сейчас есть. Ну, прикольно. Это, как бы, даже очень удобно. Супер. Так. Я не знаю, видно ли вам сейчас тут будет вот водоемчик. Просто солнце так его засвечивает. По приколу. Значит, вода у нас есть, можно сказать. Теперь осталось только определиться с местом, куда непосредственно ставить палатку. В прошлый раз я ее поставил вот сюда вот. Но мне что-то здесь не понравился уклон. Поэтому надо сегодня подумать. Какое-нибудь другое местечко. Ладно, может быть, вот сюда ее поставить? Хотя тут везде как-то так неровно. Ладно, я думаю, сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас сначала надо раздеться, отдышаться и ставить палатку. А потом все остальное. Так, пришлось сейчас по-быстрому вернуться к мотоциклу. Ножик забыл. Я же в этот раз газ с собой не взял. А взял с собой свою новую щепочницу. Хочу ее испытать, скажем так, в изделии. И на всякий случай взял еще спиртовую горелочку и немного спирта. А щепочницу как раз можно использовать как щепочницу с дровами и как ветрозащиту для спиртовой. Спиртовую я, наверное, завтра с утра сделаю. Завтрак себе буду готовить. Потому что утром, я думаю, мне будет впадло искать дрова и топить щепочницу. А сейчас, когда я поставлю палатку, мне не влом найти щепок и сделать себе ужин на щепочнице. На настоящем огне. От газа, я думаю, отказываться. Но об этом я потом подробнее расскажу. Почему и как. Ну все, поставил я палатку. Сейчас осталось только матрасик надуть. И спальник достать, чтобы он немножко распушился пока. Ну и можно будет садить воду. Фильтровать точнее. И готовить уже что-нибудь покушать. А то я, честно сказать, уже немножко проголодался. Давайте я вам покажу сейчас свою палатку. Еще как она стоит так. Крупным планом. Так. Вот здесь я ее поставил. Немножко в этот раз на другое место. Но посмотрим, как оно будет в этот раз. Здесь у меня основной вход будет. Тут можно на веранде прям сидеть удобно. Не, в этот раз здесь классно. Удобно, что здесь столик есть. Можно, считай, здесь кушать нормально, классно. А в палатку идти тупо спать. Так что... Я доволен. Очень хорошее место, благоустроенное. Ну ладно, ребята, все. Буду тут доделывать сейчас мелочевку. И я есть хочу ужасно. Я пока ехал, я вообще ничего не ел. Ладно. Так что я прилегать. Я только Supply. Я ищу свою воду. Я ищу свою воду. И чайник. Я ищу свою воду. Что бы, я не мог так никого? Я ищу свою воду. Я ищу свою воду. Я тебя вот так. Так, сейчас заготовим немножко дровишек для нашей щепочницы, чтобы приготовить горячую воду. Так, это большая. Тут этого добра, если честно, как грязи. Так что, я думаю, хватит нам дров. Даже вот нашел кору сухую, с ней будем растапливать. Классно. Сейчас еще надо сходить, немножко на всякий случай набрать, потому что я первый раз это буду делать. И я не знаю, сколько мне понадобится дров. Будет обидно, если я мало дров насобираю и мне не хватит. Лучше пусть будет немножко больше. Благо этого добра здесь навалом. Потом, ребята, сейчас, если все получится, как я запланировал, расскажу вам насчет щепочницы и спиртовой горелки. Обязательно. Если будет время еще сегодня, сегодня расскажу. Если нет, то завтра, когда проснусь. Ладно, пойду дрова собирать пока. Еще светло. Еще часа полтора, наверное, час будет светло. Так что, нормально. Так, друзья, ну, настало время испытать мою новую щепочницу. Вот такую. Это VARGO TITANIUM HEXAGON WOOD STOL. Я купил оригинальную титановую, ну, чисто из-за веса, потому что она весит 140 грамм. У китайцев есть аналог, стальной. Стоит в разы дешевле. И, ну, весит он 210 грамм. Так что, каждый выбирает, что ему надо. Давайте сейчас я поставлю и раскрою, покажу вам, в чем мы сегодня будем готовить. Дома я тут немножко испробовал ее в качестве ветрозащиты для спиртовой, поэтому она немножко закопченая. В принципе, вот так вот она выглядит. В качестве ветрозащита я буду использовать, ну, то, что имею под рукой, скажем, это обычная бумажная салфетка, зажигалка, ну и дровишки. Кара еще. Поэтому, я думаю, сейчас должно разгореться очень быстро. Думаю, что-то какая-то неровная поверхность. Ладно, вот так. Так. Кара очень сухая, поэтому должна, в принципе, быстро схватиться. Ну и потом буду подкидывать по мере разгорания. Так что у нас сегодня немножко будет огонь, так скажем, романтик. Ну, вроде немножко начала разгораться. Видно вам, да? Просто сейчас буду немножко подкидывать дровишек. Когда там побольше уже будет угольков, уже поставлю кружечку и скипит. Таким образом, я, в принципе, экономлю на газу и на спирте. Это очень удобно. Тем более, в лесу этих маленьких веточек всяких, их навалом. Поэтому, не вижу смысла таскать с собой газ. Ребята, это очень отлично работает. И намного атмосфернее, чем тот же газ. Газ, не спорю, удобно, чисто, быстро. Но я вот сейчас приехал сюда, на природу, я никуда не спешу. Я отдыхаю, я наслаждаюсь. Поэтому, вот, просто смотреть на этот огонь, это одно удовольствие. От газа вы такого не получите. И плюс, вы сами видели, в сложенном состоянии, сколько она занимает места. То есть, вот, она почти не занимает места. Это тоже огромный плюс. 140 грамм. И все, и никакого газа ничего не надо. Да, спиртовушку я еще взял на всякий случай. Скажем, если будет дождь, или дрова будут сырые. Или мне просто, я устану, и мне будет просто впадло, знаете, разжигать это все дело. Скажем, с утреца. Хочется кофе попить. Если нет дров, да. Спиртовушку раз, быстренько включил. На спирту приготовил себе кружку. Кофе там, или позавтракать, кашку. И все, и нормалек. Что еще надо? Так что, отличная альтернатива газу. Ну что, потихонечку, потихонечку, там уже появляются какие-то первые пузыречки, что ли. Сейчас покажу вам. Ну так, потихоньку. Вроде что-то там будет. Единственный минус вот у этой щепочницы, это то, что надо постоянно за ней следить. Постоянно дров подкидывать. Вот это единственный минус. Со спиртовушкой таких проблем нет. Вот там залил спирт, и можно делами заниматься другими. А за этой надо следить. Это вот единственный минус. Зато бесплатный. Тут надо выбирать. Или бесплатно, и атмосферненько. Или платно. Но менее заморочено. Так, ладно, буду я следить. Все-таки надо до вечера, пока не стемнело, скипятить себе кружечку воды. Хочу чаю попить с булочками и колбасками. Сегодня на вечер у меня будет такая еда. Потом надо будет еще тут стол разгрести. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует...